Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги «Второзаконие», читаю ее в переводе российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Вот, собственно, начинается «Второзаконие», начинается повтор закона. В 12 главе книги мы говорили, что предшествующие главы подводят нас к этому закону, потому что закон — это подробности. Это перечень разных вещей, которые разрешено, предписано, запрещено делать. Но этот перечень выглядит абсолютно пустым и бессодержательным, если сначала не устанавливается связь между людьми и Богом, если сначала не возникает потребность в этом законе. Люди, которые вступают в отношении завета с Богом, они должны понять, как этот завет соблюдать. Они должны понять, что конкретно им нужно сделать для того, чтобы не выпасть из него. Вот с 12 главы мы и будем видеть этот перечень. Почти до самого конца. В конце там пойдет такое прощание Моисея. Вот предписания и законы. Вы должны будете строго соблюдать и исполнять их в той стране, которая отдает вам во владение Господь, Бог отцов ваших. Исполняйте их все время, пока вы живете на земле. Интересно, что законы связаны со страной, с Ханааном, где они в будущем поселятся. То есть это законы немножко на вырост, это законы для будущего. Может быть, в какой-то степени все духовные такие законы и наставления, они даются на вырост. Они даются не для того, чтобы человек быстро вот схватил, как расписание там электричек, да, и вскочил вовремя в нужную электричку и уехал, и все, и забыл об этом. А для того, чтобы человек понимал, собственно, вот к чему ему тянуться. И первый принцип. У нас были 10 заповедей, но это отдельно от закона, это его условия, скорее, да. Вот соблюдение 10 заповедей – это условия, при котором, возможно, какой-то разговор о дальнейших правилах. Вот поэтому первая часть, собственно, закона, она созвучна первой заповеди, но конкретнее. Помните первая заповедь «Я Господь твой, да не будет у тебя богов иных пред лицом моим». Уничтожьте все святилища, где народы, у которых вы отберете землю, служили своим богам. На высоких горах, на холмах, под каждым ветвистым деревом. Их жертвенники разрушьте, их священные камни разбейте. Деревашеры сожгите, из вояний их богов не звергните. Искорените всякую память о них в всех местах. И не делайте ничего подобного для Господа вашего бога. Отказ от язычества, отказ от многобожия. Но дальше интересно, что не просто единобожие, но централизованный монотеизм, централизованное единобожие. И место должно быть только одно. Чтобы предстать перед ним, приходите только на то место, которое Господь ваш Бог изберет на земле одного из ваших племен и сделает жилищем для своего имени. «Туда приходите, чтобы приносить все сожжения и жертвы, действительные приношения, жертвы по обету и добровольные жертвы, первенцев крупного и мелкого скота. Там пируйте пред Господом вашим Богом и радуйтесь плодам своих трудов. Веселитесь вместе со своими семьями, ибо благословил вас Господь ваш Бог». То есть, смотрите, для чего тогда единый центр почитания Бога? Ведь это же неудобно. Зачем иметь только одно святилище, один храм? Не проще ли, ну, Бог един, верим мы в Него, едино, но мы можем это делать в разных местах. Вот в том-то и дело, что тогда это было невозможно. То есть, не было таких средств сообщения, связи, читать, писать-то не все умели, уж точно книги были достаточно дорогие, я не говорю про современные технические средства связи. И неизбежно культ, который находится в разных местах, будет обрастать своими местными подробностями, будет вырождаться в какой-то местный культ. И уже через пару поколений люди, собственно, обнаружат, что они поклоняются разным богам, да, то есть, может быть, и слова произносят похожие, но все распадается, да, поэтому поклонение единому Богу должно происходить в едином месте, чтобы этот культ не распался на части, не смешался с какими-то представлениями и практиками окрестных народов. Вы не должны поступать так, как мы поступаем здесь ныне, каждый по собственному разумению. Сейчас вы еще не пришли в ту землю, где будете жить спокойно, в тот надел, что отдает вам Господь ваш Бог, но вы перейдете Иордан и поселитесь в стране, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение. Он дарит вам мирную жизнь, защитит от врагов, которые вас окружают, вы будете жить в безопасности. И тогда, чтобы приносить, как я вам повелел, всесожжение жертвы и десятину, и приношение лучшей жертвы по обетам, данным Господу, вы должны будете приходить лишь на то место, которое Господь ваш Бог изберет и сделает жилищем для своего имени. Ну, то есть, пока они странствуют по пустыне, это место везде. Ну, где они, там и это место. Невозможно, странствуя по пустыне, избрать какое-то одно. Понятно, что скиния всегда с ними, то есть, они это делают перед скинией, но, может быть, и не только перед скинией, они приносят жертву, в конце концов. Их много, и там столпотворение будет у этой скинии, если каждый человек туда придет. Но важно, что вот это географическое единство, оно должно обеспечить единство смысловое. И еще одно, что это праздник. Это место для веселья. Там веселитесь пред Господом вашим Богом. И пусть вместе с вами веселятся ваши сыновья и дочери, рабы и рабыни, так же левит живущие в вашем городе, ведь у него, в отличие от вас, нет своего надела и доли. Но это племя или колено левитов, у которых действительно нет своей территории, они распределены среди остальных колен и племен и служат Господу. И вот, соответственно, все, что касается жертвоприношений, все, что касается поклонения Богу, это повод для радости, это веселье. И вот как часто для верующих все эти вещи, они связаны с такой грумой серьезностью. А уже в Ветхом Завете это веселье, ликование. Царь Давид плясал перед скиней, за что его жена Милхолу упрекала. «Смотри же, не совершай все сожжения, где попал, а лишь на том месте, которое сберет Господь на земле одного из ваших племен, приноси жертву все сожжения и совершай все то, что я тебе повелел. Однако ты можешь, когда захочешь, резать скот в своем городе и есть мясо, вне зависимости от того, сколько будет у тебя скота по благословению Господа твоего Бога. Всякие, соблюдавшие правила чистоты и не соблюдавшие их, может есть это мясо, словно мясо газели или лани, только кровь не употребляйте в пищу, а выливайте на землю, как воду». В чем здесь идет речь? О жертвоприношении, это забой животного, часть туши сжигается, иногда целиком, но и гораздо чаще часть, сжигается на жертвеннике, на алтаре для Бога, остальное пускается в пищу, если не все, животное сожгли. И поэтому, в принципе, зарезать скот – это некоторое потенциально ритуальное действие. Вот здесь в Трозаконе очень четко разводят эти две вещи. То есть, резать скот и есть мясную пищу вы можете в любой момент, но это ваше просто право. Вот у вас есть скот, вы, конечно, хотите его использовать для пропитания, но жертвоприношение – это особо. Вот это нельзя делать частным делом каждого. «Ты не должен есть у себя в городе десятину со своего зерна, вина и оливкового масла, а также мясо первенцев, крупного и мелкого скота, жертву по обету, добровольную жертву и приношение. Это те части, которые полагаются Богу. Ну, и храмы, святилища Десятина и первенцы, то, что ему приносится. «Ешь все это только пред Господом, твоим Богом, на том месте, которое изберет Господь твой Бог. И пусть вместе с тобой ведут твои сыновья и дочери, рабы и рабыни, а также левит, живущие в твоем городе. Радуйся пред Господом, твоим Богом, наслаждаясь плодами твоих трудов. И смотри, живя на своей земле, не забывай левита». Еще и еще, да, это отдельное колено священнослужителей, оно должно получать свое пропитание, его нельзя оставлять. «Когда Господь твой Бог сделает ваше владение обширными, как Он и обещал, и ты захочешь и решишь поесть мясо, то можешь есть мясо всегда, когда захочешь. Если далеко от тебя то место, которое Господь твой Бог изберет, чтобы там пребывало его имя, режь, как я повелел себе крупный или мелкий скот, что дал себе Господь, ешь у себя в городе, когда захочешь. Ешь это мясо, словно мясо газели или лани, его может есть и соблюдавшие правила чистоты, и не соблюдавшие их. «Ни в коем случае не употребляй в пищу кровь, ведь кровь – это жизнь, и ешь кровь вместе с мясом. Не употребляй кровь в пищу, а выливай ее на землю, как воду. Не употребляй ее, тогда тебе и твоим потомкам будет хорошо, ибо дела твои будут угодны Господу». О чем это? Второй раз уже. «Кровь не употребляйте в пищу». Ну, кровь – носитель жизни, мы это знаем просто из физиологии, да, то есть кровь переносит кислород, питательные вещества по организму человека или животного. И одновременно это такой символ, да, то есть кровь – это некоторая жизненная сила. И человек, конечно, может лишить животной жизни, но дать животному жизнь он не может, да. Поэтому вот он признает, выливая эту кровь, что он не властен над жизнью животного, что эта жизнь животного, она вот не от него, но от Бога, в общем-то, да, и тем самым он не претендует на то, что он полностью ее забирает себе. Он лишь пользуется мясом этого животного, но жизнь как таковая принадлежит Богу. Вот в чем смысл этого символического запрета на употребление крови. Я обращаю внимание, что когда апостолы обсуждали, что, собственно говоря, требуется от христиан, требуется ли соблюдать Моисеев закон, описанный в деяниях Иерусалимский собор, то ничего другого не было подтверждено, как обязательное правило для христиан. Но запрет на употребление крови был. Видимо, потому что это некая универсальная такая вещь. И, может быть, она восходит еще к до Авраамовым временам, когда, скажем, при жертвоприношении иное было нечто сказанное относительно крови, что вот пролитие крови — это совершенно особое такое действие. Поэтому, соответственно, оно не отменяется даже и в христианстве, этот запрет на поедание крови. Хотя на практике некоторые люди, конечно, этого не соблюдают. Вот, соответственно, что с этим дальше делать, описано здесь. А со священными приношениями и жертвами по обету ты должен приходить на то место, которое изберет Господь. То есть просто зарезать скот и поесть мясо в любом месте, как захочешь. А вот это особая история жертвоприношения. Жертву всесожжения, и мясо, и кровь, сжигая на жертвенники Господа твоего Бога. Кровь пиршественной жертвы — это жертва, которая приносится, когда все хорошо. Следует вылить на жертвенник Господа твоего Бога, а мясо ты можешь съесть. Строго соблюдая и исполняя все эти заповеди, которые я тебе возвещаю, тогда тебе и твоим потомкам всегда будет хорошо, ибо дела твои будут приятны и угодны Господу твоему Богу. Ну, и еще раз вот это такая как бы печать, что соблюдая, все будет хорошо. Ну, и не только лично у человека, но и у всего народа. «Господь твой Бог истребит народы, в чью страну ты идешь, чтобы овладеть ее, и ты овладеешь этой страной, и поселишься в ней. И тогда, после того, как будут они уничтожены, берегись, не попади в ловушку, не расспрашивай про их богов, не говори, как эти народы служили своим богам, я тоже буду так делать. Не делай такого для Господа твоего Бога. Ведь они творили для своих богов все те дела, которые мерзкие и ненавистны Господу. Они даже сжигали ради своих богов собственных сыновей и дочерей. Строго соблюдайте, исполняйте все, что я вам повелел. Ничего к этому не добавляйте, ничего не убавляйте». Вот в рассказе про жертвоприношение есть такая концовка. «Берегитесь языческих жертв, они бывают человеческими». Мы действительно знаем, что хананеи приносили в жертву детей, и родственные хананеям карфагенини делали такие вещи, что вызывало ярчайшую ненависть и отвращение к ним со стороны римлян. Карфаген должен был быть разрушен отчасти именно из-за этих ненавистных римлянам, обрядов человеческих жертвоприношений. Ну и вот противопоставляется централизованный и единый культ единого Бога всем этим многочисленным языческим культам, которые в том числе содержат и такие страшные элементы. О том, что нельзя впадать в язычество, будет многое подробно рассказано в следующей 13 главе.